итак привет друзья сегодня мы будем подключать с вами инвертор к высокочастотному шпинделю что нам для этого понадобится нам понадобится сам шпиндель шпиндель у нас установлен на станке чпу подавится сетевой разъем что мы наделаем берем фигурную отвертку и откручиваем защитную крышку на инверторе открутили открываем теперь мы будем подключать питание на клеммы с и т питание сетевое подключаем теперь подключаем провод от самого шпинделя шпиндель у нас полтора киловаттный так же самое как и сам наш инвертор провод мы взяли трехжильный с экранной оплеткой экранную оплетку мы подключили нашему шпинделю для того чтобы он боролся с наводками те которые дают сам шпиндель и инвертор гасил их подключаем и провода на клеммы в w саму оплетку мы подключаем на заземление так первый провод подключили второй заводим зеленым цветом это у нас экран самого кабеля предварительно мы его обтянули термоусадкой для изоляции также его заводим и подключаем на последнюю клемму с значком заземления так все у нас принципе питание у нас подключено вставляем сеть сам инвертор и смотрим ждем его запуск вот мы видим инвертор у нас запустился в этом режиме мы можем управлять инвертором самим шпинделем в ручном режиме кнопка run запуск кнопка стоп стоп нажимаем room смотрим шпиндель у нас крутится правильно то есть в том направлении которое нам нужно включаем инвертор если бы нам у нас шпиндель крутился в не в том направлении в котором нам нужно было мы должны были бы перекинуть один из проводов поменять местами из трех проводов которые идут самого питания на шпиндель так как у меня с первого раза все получилось все крутится в правильном направлении мы оставляем так как есть вот в этом режиме мы можем управлять самим шпинделем только вручную то есть запустили остановили больше ничего мы не можем делать максимально изменить обороты и все то есть самого компьютера и программы матч мы не сможем запускать шпиндель для это нам надо будет подключать провод от блока управления танка типа вот сейчас мы его будем подключать предварительно скажу сам экран получается управление инвертором снимается вот идет несложная клемма точнее не клемма шлейф шлейф можно перепаять удлинить и установить там где вам удобно то есть для возле вашего компьютера или в любом другом месте делом более будет удобно вот теперь мы будем подключать провод от самого блока управления чипу для того чтобы шпиндель у нас управлялся вот программы матч подключать нужно провода раздел for и dsm сейчас мы подключаем dsm теперь подключаем мы подключили все закрываем закручиваем наш инвертор почти готов к работе теперь нужно нам его перепрограммировать для этого мы его включаем сеть берем он запускается вот тут у нас запустился загружается теперь можем проверить нажимаем у нас уже в ручном режиме не работает полностью потому что мы подключили провод от блока управления станком нам нужно ввести настройки чтобы он запасывался в программу матч для этого мы заходим программ выбираем первую настройку нажимаем set заходим и место 0 здесь ставим единичку нажимаем также set подтвердить теперь у нас шпиндель будет управлять шпинделем будет управлять самым собственно компьютеры программа матч еще одно стандартная настройка инвертора стоит таким образом что на шпинделе стоит плавный запуск плавный запуск у нас данный момент стоит 20 секунд это слишком много потому что когда мы запускаем упэ то есть станок уже готовы готов к резке поставили заготовку загрузили g-код и нажимаем старт у нас шпиндель только начинает брать разгон разгон у нас плавный в течение 20 секунд у нас просто не может физически фреза разогнаться до 24 тысяч оборотов чтобы начать резать эти мы можем просто и напросто сломать для того чтобы уменьшить время плавного запуска нам нужно зайти на стройке выбрать пункт 14 нажимаем set заходим на строки здесь мы видим что у нас 20 секунд стоит мы меняем с 20 секунд на 5 секунд нажимаем set теперь у нас запуск будет производиться до максимальных оборотов за 5 секунд заходим 15 раздел 15 пункт настроек отвечает за плавный стоп плавный стоп как бы нам тоже не нужен если нам нужно быстро заменить фрезу то есть у нас рисунок идет сначала обработка чернова одним и одной фрезой потом заменяется на чистовую на другую фрезу 20 секунд за это слишком долгое времени нужно быстрее мы также сама изменим его на 5 секунд входим вставить 5 нажимаем set все все выходим нажимаем стоп полностью у нас инвертор и готовый к использованию и будет управляться программой матч все всем спасибо до свидания спасибо 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 спасибо